Магия от Синаторова. Давай, нажимай на имя сон. Теперь наведи наверху. Да, жми. Это мое первое место работы. И это очень круто, потому что благодаря этому месту работы я очень круто качнулся как разработчик. Ты не поверишь, насколько я круто качнулся. Смотри, что нам здесь нужно знать. Заходи вообще в любую репу. Заходи в любую репу. В любую. Вообще в любую. Вообще в любую. Сейчас увидишь, короче, как коммиты кидают... Ну, что коммит, как по реквестке, да, смотри. Заходи в этот самый в коммит, в последний коммит. Вот там вот видишь, справа, видишь, написать 20 коммитов. Справа 20 коммитов. Нажми туда. Так, справа, справа, справа. 20 коммитов. Ну, видишь, да, левее, чуть-чуть левее, чуть-чуть левее. А, ну, все, все. Жми сюда. Смотри, во-первых, ребята, они более подробно уже разворачивают коммиты. Название коммита. Fix, Included, Toolbox и так далее. Вообще в любой нажми коммит. Вообще в любой нажми. То есть твоя задача как разработчика, как можно чаще зависать в витхабе, общаться с нами, просить у нас код-ревью как можно чаще и смотреть, как вообще структура коммитов, какие заголовки пишут, какое описание, вот, как они пишут код. Возвращайся назад. Сейчас посмотрим на полреквест этих товарищей. Кстати, вниз проскрою еще название коммитов, посмотрим, как они еще пишут. Видишь, они пишут. Здесь достаточно кратко еще. То есть кто-то, видишь, даже пишет, типа, ну, что там. Эд, Сом, Тест, ну, это, то есть они все-таки пишут. Добавь что-то. Да, 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 да. То есть они как бы пишут плюс-минус нормальное название коммитов. Вот. И также, ну, видишь, они лентяи. Они здесь не пишут описание коммитов, потому что... Почему они не делают этого? Потому что эти коммиты, они не очень важны. Если будет коммит очень важный, когда какая-то крутая фича, а ты еще видишь крупный коммит с описанием коммита. Здесь ты только видишься голову коммита. Потому что этот коммит, он не очень важный. Как только будет реально важный коммит, им придется еще писать описание этого коммита. Как это делал я, когда кидал крупный коммит в рамках пулли квеста. Окей, далее, давай зайдем к ним в пулли квеста, посудим, что у них там по пулли квестам. Не, выйди из этого, видишь, здесь вообще галяк. Давай какой-нибудь еще. В любой вообще куда-нибудь. Кстати, да, у них есть... Стоп, 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 стоп. Здесь у нас, кстати, 47 клоус закрытых. Стой, 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 вернись в пулли квесты. Стой, стой, стой. Пулли квест. Да, нажми. Вниз вишку, 47 клоус. Кликте сюда. То есть, смотри, стоп. Вот это важный опыт для тебя будет. Потому что у тебя вообще твой первый пулли квест. Смотри, как они пулли квесты делают. То есть, ты видишь, у них постоянно... Мы сейчас имитируем реально боевую работу в компании, прям в команде. То есть, ты сейчас что сделал? Ты у меня сделал форк от репозиторий, от организации. Внес у себя на своей личном репозитории какие-то правки и кидаешь мне пулли квест. И эти тоже товарищи, они делают форк от этой репы. Делать какие-то правки у себя в своей репе и кидать пулли квест. Вот смотри, как они называют свои пулли квесты. давай ну то есть они пишут бишь как они называют то есть пишут фикс форум что касаете арм арм это типа такая штука для взаимодействия с базы данных очень удобно через объекты через объекты языка программируемте про эту штуку расскажу то есть видишь они все-таки пишут поликвест как-то адекватно то есть они пишут типа там фикс обжиг там обжиг и так далее кстати за депутат фик фикс форум фиксы фиксы сюда то есть они кстати обрати внимание что они просто заголовок используют описание поликвеста не то есть пишут достаточно подробно фикс фу форум сэш он это антификей шин окей далее с лишь вот обратим они что здесь либо поликвест сразу же пройдет без комментариев по коду без кода review скорее всего опытные разработчики работают и ты видишь что они закрывают поликвест на раз-два как ты понимаешь здесь ты не вишнике их комет комитов да то есть ты не видишь кодов review потому что опытные заработчики он кинул поликвест все опыт тим лид он такой окей никаких нету моментов я сразу же закрываю поликвест если бы ты видел здесь какие-то такие косяки то здесь бы ты увидел бы как от меня комментарии типа почему здесь файлы вот это вот почему здесь это так как ты не вижу здесь комментариев здесь поликвест проходит у них гладко то есть справа ты видишься что кстати комиты справа вот на любой номер комиты на видеть нажми да ну вот ты косина надо да на любое еще да видишь что они сделали ну соответственно печки тебе не знаком на это нам не важно тебе важно понять вообще концепцию поликвеста вот соответственно вот он сам поликвест здесь какие-то правки произошли название поликвеста окей все можно обратно выходить да смотри и далее ты видишь они смержились наверху фиолетовым иконка горит merge то есть поликвест прошел успешно поликвеста сколько было файлов задействовано справа нажми файл change справа файл change сколько штук но написано 10 все верно в рамках поликвеста было задействовано 10 файлов то есть главный разраб допустим я я тим лидер я такой ага смотрю сейчас сколько файлов можно сказать здесь тоже что не может пока мита смотреть то есть я смотрю сначала файл чейнджи срючу здесь на кассипу или мои коллеги вот если что я справа нажима кнопочку review change вот там зеленая кнопочка есть видишь справа да 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 я нажимаю сюда говорю ребята вот здесь вот короче вас косяк вот здесь нужно вот это исправить здесь нужно вот это исправить вот если что я вообще-то могу кинуть еще другого типа задачи далее когда здесь посмотрел что все окей мои коллеги плюс-минус написали все адекватно я захожу в комит и комит вкладочку комит до сюда захожу здесь короче уже смотрю в рамках отдельных комит то есть вешать через инстрию что ко мне прилетело получается 6 комитов в каждом комитете как ты понимаешь может быть несколько файлов сзади вот в один комит смотри запомни один комит можешь объединять несколько файлов то есть в этом комите как это понятно заходи всех кожи заходи в кошечку заходи в кошку все смотри у тебя у тебя через час было ну вижу тебя пропала короче смотри вот здесь вот если ты у меня здесь у тебя будет несколько файлов комитете можешь убрать галочки и сделать комит только по одному файлу либо ты можешь ну вот здесь галочки можно убирать то есть ему и и это нужно делать будет то есть когда ты у меня будешь написать какой-то application то тебе нужно будет уже более вдумчиво давать комиты то есть обратить вернись туда к этим товарищам вернись к товарищам смотри видишь они в рамках одного комита сделали два файла вот они да вот они два файла потому что и и назвали комит fix for or am то есть как это будет дальше происходить и у меня пишет какое-то круто приложение и соответственно у тебя естественно в приложении будет там не знаю 1000 файлов задействовано но в рамках одного комита тебе придется выбрать два файлика выходного комитика без 2 2 файла к то есть из остальных файлов все плюсы галочки убрать и кинуть свой комит только с двумя файлами где задействована фича но мы стоим на практике этот работы все будет окей просто должен понимать что когда ты заходишь кошечку у тебя естественно кошка видит все твои файлы под 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 изменениями да но в рамках какого-то комита и должен выбрать выбрать только те файлы которые именно с этим связаны окей все ясно да но мы с тобой на проекте этот работаем окей возвращаемся назад назад конверсейшн так здесь еще самый важный момент наверху смотри а вишь написано пруссов мертв 6 комит into from youtube то есть а смотри ты видишь откуда они линкуются то есть ты видишь из какой ветки бишь у нас до кофт до ковка какой-то короче от этого чувака он кинул пул реквест в организацию юмисофт мастер до из ветки мастер мы с тобой кстати тоже потом начнем когда мы стану чем писать крупные проекты а мы что будем писать проекты на флоске на джанго и соответственно затронем с тобой фаста api в рамках базы архитектуры а ты меня бывшет соответственно писатель у тебя будет создаваться ветка dfb developer-ветка и у тебя будет две ветки ветка дфа ветка мастер потому что в одной ветке ты мини больше работать потому что когда у тебя будет уже крупно приложение из сетами не будешь в одну ветку push и прикреждать отдельную ветку dfb где-то у у меня уже отдельный компонент разработаешь, ты из ветки Dev кинешь все свои данные в ветку Main, в ветку Master. То есть в крупных проектах в компании у нас происходит разработка компонентов на отдельных ветках, на ветках Dev. Это, наверное, чтобы не засирать, да, все там? А почему это, где-то? А это сложный момент. Это называется понятие CICD. У нас боевые проекты, у нас, ну давай просто объясню. У нас, короче, есть понятие разворачивания проектов через CICD, через GitHub. То есть у нас на ветке Main находятся боевые проекты, сайты. То есть когда мы что-то пушим в ветку Main, у нас сразу же летят через экшены. Есть понятие экшен в GitHub? Нажми на экшен. Да. Короче, есть такая штука, называется CICD. Это сложная тема, я типа, думаю, дам. Запомни, что когда вот есть есть, короче, ветка Main и оттуда автоматически, когда мы что-то пушим в ветку Main, у нас это все летит на боевой сервер автоматический, через FTP канал, через SSH, это все летит изменение на этот самый. После тестирования, то есть в экшене происходят автоматические автотесты, деплой и так далее. Это сложная тема отдельно, дам ее тебе. CICD и деплой. То есть ветка Main нам нужна для чего? Для того, чтобы у нас уже боевой проект там находился, который у нас на реальном сервере, прям боевой. Если ты у меня начнешь в ветку Main пушить какие-то свои комеды, которые непроверены, у нас в боевой сервере просто упадет. Возвратись на код. Это сложная тема, я потом расскажу. Верни, зайди к этому товарищу. Даковка. Даковка, зайди к нему, да. Вот этот товарищ, видишь, что он делает? То есть этот товарищ берет, делает форк, с организацией, как ты меня сделал в рамках калькулятора, ты же сначала что сделал, ты зашел ко мне в организацию, ты нажал кнопочку форк, на своей репе уже внес какие-то изменения, а потом ты уже со своей репе кинул мне по реквесту в организацию. Я такой, окей. И этот товарищ то же самое сделал. Он сделал форк с организацией, вот если нажмешь на репозиторию к нему куда-нибудь нажмешь, да. Это вообще девушка. Ну это девушка, неважно, да. Возможно, даже ее знаю, или она была устроена после того, как я уволился. Смотри, она здесь может двумя путями пойти. Она может дать публичный, короче, либо приватный репозиторий. В рамках этого, скорее всего, она сделала следующий образом. Она, короче, сделала форк, потом она кинула пул реквест, когда ее пул реквест приняли, она удалила ветку. И ты меня тоже так должен сделать.